здравствуйте я рада приветствовать вас вновь на вебинаре на платформе дома знаний с вами я марина олега джейна имя человека тайна чудо до сих пор не раскрыто и неразгаданное хотя многие ученые и поэты пытаются найти эту разгадку размышляя о связи имени человека и его характера ребята сможете ли вы угадать имя по характеристике давайте проверим происхождение этого имени корнями уходит в глубокую древность когда римляне поклонялись греческим богам одна из наиболее почитаемых богинь того времени венера это имя одна из интерпретаций имени венера догадались так ну хорошо подсказка 2 женская форма этого имени переводится с латинского как относящаяся к морю морская конечно же это имя марина а знаете ли вы известных людей с таким именем и конечно же многие из вас скажут марина цветаева раз уж мы начали вебинар с тайны имен то хочу сказать что великолепную характеристику своего имени дала сама марина цветаева стихотворение кто создан из камня кто создан из камня кто создан из глины а я серебрюсь и сверкаю не дело измена не имя марина я бренная пена морская кто создан из глины кто создан из плоти тем гроб и надгробные плиты купели морской крещена и в полете своем непрестанно разбита сквозь каждое сердце сквозь каждые сети пробьется мое своеволие меня видишь кудри беспутные эти земною не сделаешь солью дробясь о гранитные ваши колена я с каждой волной воскресаю да здравствует пена веселая пена высокая пена морская поэтесса марина цветаева родилась 26 сентября 1882 года в доме номер 8 трехпрудном переулке города москвы красную нитью рябина зажглась падали листья я родилась писала поэтесса о своем рождении в стихах 1916 года кстати слова поэтесса марина цветаева не любила упорно называла себя поэтом родители марины цветаевой были очень образованными людьми отец иван владимирович цветаев выдающийся ученые своего времени он занимался историей археологией филологии и искусствоведением иван владимирович стал профессором московского университета и членом корреспондентом петербургской академии наук но главной его заслугой считают создание музея изящных искусств имени императора александра третьего у матери марины цветаевой польско немецкие корни мария александровна мэйн была пианисткой училась она у легендарного композитора и пианиста виртуоза николая рубинштейна в ее мечтах дочь марина виделась знаменитой пианисткой но девочка стала поэтом первый сборник стихов вечерний альбом цветаева напечатала за свой счет сборник вошло 111 стихов цветаева сама отобрала стихи и отнесла их в типографию мамонтова посвятила она этот сборник художнице марии башкирцевой который совсем молодой умерла от туберкулеза известна была башкирцева скорее не картинами а дневником который пользовался огромной популярностью и неоднократно переиздавался такое посвящение подчеркивало дневниковую форму сборника вечерний альбом оценили высоко николай гумилёв валерий брюсов максимилиан волошин хвалили стихи за искренность литературное мастерство и самобытность с волошиным цветаева познакомилась благодаря своей книге двух поэтов связала крепкая дружба по приглашению волошина марина приехала как тэбль удивительное время проведенное с максом морские прогулки творческое вдохновение часы одиночество стали для неё счастливыми моментами жизни здесь как тэбле марина цветаева встретила свою любовь будущего мужа сергея эфрона которому тогда едва исполнилось 17 лет сергей и марина встретились на пустынном морском берегу она собирала камешки он стал помогать ей красивый грустный почти мальчик с поразительными огромными глазами марина тогда загадала если он найдет и подарит ей сердолик она выйдет за него замуж конечно он нашел его тотчас же на ощупь ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых и вложил его ей в ладонь вот опять окно где опять не спят может пьют вино может так сидят или просто рук не разнимут двое каждом доме друг есть окно такое не от свеч от ламп темнота зажглась от бессонных глаз крик разлук и встреч ты окно в ночи может сотни свеч может три свечи нет и нет уму моему покоя и в моем дому завелось такое чувства связавшие двух людей сильны и прочны здесь и нежность и дружба и единомыслие двухмесячное пребывание в коктейбле явилось для марины и сергея поистине пребыванием в раю природа тех мест стала на всю жизнь местом ее души именно ему сергею эфрону любимому мужу другу будут посвящены лучшие стихотворения марины цветаевой следующие пять лет для цветаевой были счастливыми ее стихи издавали у поэтессы родилась любимая дочь ариатна которую в семье называли алий 1917 году все изменилось годы революции гражданской войны были для марины цветаевой трудными трудными и драматичными ее терзала вынужденная разлука с дочерью и мужем который вступил в добровольческую армию корнилова цветаева вынуждена была жить как миллионы других среди голода и нищеты холода и смерти все что можно было продать было продано все что можно было сжечь было сожжено спасала одно поэзия все силы стиха жившие в ней словно бросились ей на помощь появляются мудрые строки полной воли из каких-то глубинных неисчерпаемых душевных родников декабре 1920 года в переполненном зале политехнического музея марина цветаева зачитала свои стихи пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной змеей в сердце и с клеймом на лбу я утверждаю что невинно я утверждаю что во мне покой причастница перед причастием что не моя вина что я с рукой по площадям стою за счастьем пересмотрите все мое добро скажите или я ослепла где золото мое где серебро в моей руке лишь горстка пепла и это все что лестью и мольбой я выпросила у счастливых и это все что я возьму с собой в край целований молчаливых в мае 1922 года марина цветаева вместе с дочерью едет в берлин где находится ее муж обратный путь которому в россию был заказан и невозможен начались долгие годы эмиграции берлин прага париж но духовное одиночество частичная изоляция трудное существование не сломили марину цветаева гораздо тяжелее было переносить тоску по родине тяжело дались марине 17 лет на чужбине но она выстояла иммиграция обострила чувство родины цветаева поняла что вне россии творчество художника невозможно а в россии оно не нужно в марте 1937 года в россию возвращаются дочь аля и муж сергей эфрон разоблаченной парижской полиции за участие в убийстве советского разведчика цвета его называют большевичкой иммигрантские круги с презрением от нее отвернулись в 1937 году марина цветаева восстанавливает советское гражданство и вместе с сыном возвращается в россию но тяжелые удары судьбы вновь обрушились на нее арест сестры анастасии дочери ариадны расстрел мужа цветаева боролась за жизнь в одиночку без работы без друзей без жилья спасение было в творчестве бездомная потерявшая близких ощущая себя никому не нужной она несла свой крест надо было держаться ради сына и она держалась из последних сил но держалась 8 августа 1941 года пастернак и боков отправили марину цветаеву в эвакуацию в елабугу органы нквд не спускали с нее глаз пытались шантажировать склонять к сотрудничеству через несколько дней марина цветаева в состоянии близком к отчаянию уехала в чистополь на поиски работы но получила отказ жизнь обрушилась лавиной не оставляя ни одного уступа чтобы зацепиться тут и настиг цвета его ее одиночество верховный час она решила уйти из жизни 31 августа 41 года свою рябиновую пору накануне листопада начале своего творчества цветаева писала моим стихам написанным так рано что я не знала я что я поэт сорвавшимся как брызги из фонтана как искры из ракет ворвавшимся как маленькие черти в светилище где сон эфемиам моим стихам о юности и смерти не читанным стихам разбросанным в пыли по магазинам где их никто не брал и не берет моим стихам как драгоценным вином настанет свой черед поэтесса была права в своем поэтическом завещании такой черед настал есть стихотворение читают ими живут их чувствуют на этом наш вебинар подошел концу спасибо вам за внимание ребята надеюсь информация была для вас полезной и интересной до новых встреч